На всю страну Светлану Светикову прославила роль цыганки Эсмеральды в популярном мюзикле Notre Dame de Paris. Хотя и до этого девушка играла на сцене, пила и танцевала, но именно Эсмеральда сделала её знаменитой. А ещё проект «Фабрика звёзд», в котором она принимала участие. Сейчас же имя Светиковой не так часто можно услышать. В какой-то момент она пропала с экранов и страниц журналов. В неё были влюблены Тото Кутуньо, Гарик Харламов и Андрей Чадов. Что же случилось с главной Эсмеральдой страны и как она живёт сейчас, вы узнаете, досмотрев видео до конца. Светлана родилась в Москве 24 ноября 1983 года в семье творческих людей. Её мама – вокалистка, а отец – мастер по флорентийской мозаике. Можно сказать, что любовь к искусству у неё заложена на генетическом уровне. Ещё до школы девочка выступала в группе «Мультик» и участвовала в многочисленных конкурсах. Судьи по достоинству оценивали юное дарование, и Светлана без труда брала первые места. Уже во взрослом возрасте певица вышла на сцену в роли Эсмеральды в мюзикле «Нотр-дам де Пари» и после оказалась одной из участниц проекта «Фабрика звёзд» на Первом канале. Несмотря на то, что Светлана так и не вошла в число победителей «Фабрики», участие в шоу поспособствовало стремительному развитию её карьеры. Вместе с другими фабрикантами, Светлана объездила с гастролями всю Россию и ближнее зарубежье. Но после окончания шоу ажиотаж вокруг Светиковой начал понемногу угасать. Чтобы вновь подогреть интерес к своей персоне, она приняла участие в нескольких шоу и даже снялась в эротической фотосессии для журнала «Максим». Но это не помогло ей вернуть былую популярность. После неудачного периода Светлана вновь всерьёз занялась своей карьерой. Она снова стала выступать в мюзиклах, работала телеведущей, снималась в кино, озвучивала голливудские фильмы и мультфильмы. Также она стала лицом рекламных компаний некоторых известных брендов. Между тем поклонников у звезды хватало. Наверное, самый известный среди них – итальянский артист Тото Кутуньо. В своё время певец и композитор был без ума от российской певицы. Он звал её к себе на родину, предлагал выйти замуж и даже подарил Бентли более чем за 200 тысяч евро. Правда, от подарка Светлана отказалась, так как не хотела быть обязанной поклоннику, которому не собиралась отвечать взаимностью. «Дуэт с Тото Кутуньо я не забуду никогда», – рассказала Светикова. «Естественно, он легенда. Но выйдя с ним на сцену, я, может быть, впервые ощутила себя действительно привлекательной женщиной. Мне было всего 23 года. Я не ожидала такого открытого и страстного отношения. Это меня и испугало, и покорило. Его невероятный внутренний импульс, страсть, обожание женщин. Его музыка говорит об этом. Меня до сих пор спрашивают и ругают женщины за то, что я не вышла за него замуж. Но, если честно, я уверена, что это был просто очень красивый флирт. И этот флирт я буду помнить всегда». Светлая память великому человеку. 22 августа 2023 итальянский певец Тото Кутуньо скончался в Милане. Ему было 80 лет. В 64 года у него обнаружили рак простаты. Он прошел курс химиотерапии, а также перенес операцию по удалению почки. Болезнь отступила, но недавно случился рецидив. Тото Кутуньо последние месяцы провел в больнице Сан-Рафаэле в Милане. Но не только заграничные звезды падали к ногам Светиковой. Она была возлюбленной Гарика Харламова, и именно его считают первой любовью артистки. На момент начала их романа Светлане было всего 17 лет. Однако она уже была намного известнее своего возлюбленного. Впрочем, на их отношения это никак не влияло. Зато идиллию портили родители артистки. Дело в том, что им совершенно не нравился Гарик, о чем они прямо и не раз говорили дочери. В итоге Светикова не выдержала и ушла из дома к Харламову. Певица несколько месяцев не видела с семьей и очень переживала по этому поводу. В итоге Светлане пришлось выбирать между возлюбленным и родителями, и выбор она сделала не в пользу шоумена. Как потом признавалась артистка, она просто устала жить в постоянном стрессе. Родители добились своего через огромную боль, вероятно, это аукнется на моем здоровье, ведь я плакала круглосуточно просто. Так повелось, что если не нравится человек родителям, то и я к нему начинаю относиться иначе. Но сама я никогда не стала бы вмешиваться в чужую любовь, делилась Светикова. Светлана тогда была молода, успешна и красива, и все так или иначе приписывали ей любовные связи. Однако в тот период подтвердился лишь один роман звезды. Так в 22 года она сошлась с Андреем Чадовым. Эти отношения приносили обоим влюбленным как радость, так и негативные эмоции. «Мы безумно любили друг друга, прожили вместе пять лет, по сути стали семьей, но в наши отношения постоянно вмешивались посторонние, явно не желавшие нам добра люди. Ссорили, заставляли ревновать», – делилась Светлана. Настоящий кризис в отношениях пары наступил во время гастролей Светиковой по России с ледовым шоу Ильи Авербуха «Огни большого города». Накануне очередного отъезда Андрей и Светлана разругались из-за сплетен, которые муссировались в СМИ. Несмотря на ситуацию в целом, певица надеялась на примирение. Однако надежды девушки были напрасны, и, как когда-то с Харламовым, она снова начала остро переживать из-за проблем в личной жизни. Вот тогда в жизни артистки и появился фигурист Алексей Полищук. Отзывчивый спортсмен выслушал страдавшую Светлану, позволяя ей, по сути, просто выплакаться ему. И тогда-то Светикова поняла, что, помимо всего прочего, она просто соскучилась по мужскому вниманию. Ведь жизнь с Чадовым постепенно перестала приносить ей простую радость из-за постоянных склок. Вернувшись после гастролей в Москву, Светлана снова поругалась с Андреем, и, не выдержав, бросила его по телефону. Окончательно распрощавшись с Чадовым, Светлана тут же сошлась с фигуристом. «Как-то вечером я сама пригласила его на танец и что-то почувствовала тогда. Он сразу меня принял такой, какая я есть, не пытался изменить. Лёша ценит мою открытость, а вот Андрея, наоборот, это качество всегда смущало. Я ушла от Чадова, это было очень болезненно для меня. И тогда мы с Лёшей стали встречаться», вспоминая Света. К расставанию Чадовой и Светиковой приложила усилия и Татьяна Навка, с которой певица очень дружна. По словам Светланы, известная фигуристка видела, как ей непросто с Андреем. Она настаивала, «Я заберу тебя от него, и ты никогда не вернешься обратно». Она понимала, что мне нравится Полищук и помогла быстрее принять решение, рассказала артистка. На этот раз выбор звезды понравился её родителям, а вот сама она долго сомневалась в своих чувствах. И только когда Алексей улетел на гастроли, Светикова призналась ему в любви по видеосвязи. В 2013-м у пары родился сын Милан, а спустя 4 года в семье появился ещё один ребёнок – Кристиан. Официально брак влюблённые так и не стали оформлять, поскольку Полищук является гражданином другой страны, а также постоянно работает то в США, то в России, заключить брак проблематично из-за бумажной волокиты. Свадьба не является доказательством любви или возможности удержать мужчину рядом с собой. «У мужчин есть фобия, мол, сейчас распишемся, и всё будет плохо. В общем, я пришла к выводу, что отношения – это проверка женщин на возможность дать своему мужчине ощущение свободы и в то же время быть с ним рядом», – рассказала Светикова. Даже став мамой, Светикова не стала бросать карьеру. И хотя она сократила число проектов, совсем без музыки артистка не может. Как призналась Света, из-за отсутствия работы она погружается в депрессию. Она гастролирует по стране, исполняя партии в известных мюзиклах. Осенью 2022 года вновь появилась на телевидении, приняв участие в шоу «Аватар», где скрывалась под маской Мальвины. А в период пандемии Светикова открыла в себе способность писать песни. Некоторые из них войдут в её сольный проект, к которому певица усердно готовится. Сейчас Светиковой 40 лет. Артистке удалось сохранить стройную фигуру и обворожительный внешний вид. Годы изменили Светикову, но не состарили. На смену юношескому задору, наивному взгляду и пухлым щёчкам пришло строгое спокойное очарование взрослой, но такой молодой женщины. Певица и её супруг негативно относятся к пластическим операциям. А красота и молодость – это заслуга хорошей генетики и здорового образа жизни.